Канал Руменштайн Айнс представляет YouTube YouTube – американская компания, основанная в 2005 году как дочерняя фирма-концерн Google со штаб-квартирой в калифорнийском городе Сан-Матео. Пользователи могут использовать этот портал бесплатно, просматривать ролики, комментировать, а также размещать собственные видеофильмы. За последние 5 лет YouTube смог увеличить свой оборот с 4 до 15 миллиардов долларов. Большую часть оборота составляет выручка от рекламы, которую вы видите у меня на канале в начале этого ролика. 14 февраля 2005 года трое ребят, ранее работавших на компанию PayPal, открыли контору, которая должна была существовать за счет размещенных на ней видеороликов. Они сняли офис на втором этаже двухэтажного дома. Здание располагалось в городе Сан-Матео, рядом с забегаловками вроде пиццерии, бара и службы доставки еды. Слово «тубы» это сокращение от названия кинескопа. Если мы повернем кинескоп, то сверху мы увидим пушки, катоды, снизу колокола, аноды, вокруг идут обмотки. По схеме выглядит как обычная рупорная антенна. Теперь мы пристроим эти антенны на античное здание, развернем и посмотрим. Оба-на, вот наши кинескопы. Это перед вами самый настоящий кинескоп, так называемая трубка, которую мы еще видели на своем веку. Если же мы просто добавим подобные кинескопы в более сложную антенну и разместимые в здания, то действия этих устройств мы не можем даже себе представить. Извините, я тут немного отвлекся. Мы сегодня все-таки разбираем YouTube, а не основы телепортации. Ее с английского, думаю, не стоит никому переводить, хотя это предпоследняя буква современного русского алфавита, означающая в буквицу соприкосновение. Полное значение названия YouTube означает «Ты транслируешь» или «Ты посылаешь сигнал». Спустя лишь полтора года после основания компании YouTube знаменитый американский поисковик Google приобретает компанию 9 октября 2006 года за 1 миллиард 300 миллионов 100 тысяч долларов. Итак, вы все знаете, какой объем памяти занимает только одно видео. Перед вами самый первый сервер компании Google в 1998 году. Мой сайт для моей фирмы существует с тех же времен, что и YouTube. В те времена, точнее начало 2000-х, вам надо было платить за трафик, просмотры вашей страницы и за объем памяти на сервере провайдера. У меня вначале было 200 мегабайт, сейчас 50 гигабайт для моего сайта. Но плачу я за это 48 евро в год. Примерно 1 евро за гигабайт памяти в год. И как только я перестану платить, все, что расположено на сервере и переадресовывается на мой домен, тут же исчезнет из интернета. Раз и навсегда. Вот тут и возникает первый интересный вопрос. Как три паренька, которые снимают офис, в захолустье умудрились совершенно бесплатно собирать и хранить видеоматериал со всего мира в течение полутора годов? На каких серверах все это у них хранилось? На моем канале сейчас более 80 роликов. Меня совершенно не интересует, сколько они и где занимают места. Интересен также и факт покупки стартапа YouTube за такую чумовую сумму денег – более 1 миллиарда долларов. YouTube живет якобы за счет рекламы и, судя по официальным цифрам, имеет солидный оборот. Но иногда пытается надырить видео блогеров, кидая их на деньги – за прокрученную на их каналах рекламу. 3 апреля 2018 года в новый офис YouTube в Сан-Бруно заглянул недовольный блогер. За 350 тысяч просмотров одного видео на своем канале он получил всего 10 центов. Его звали Назим Наефи Аждам. Правда, есть в этой истории одно «но». Канал этого Назима имел всего-навсего 190 подписчиков, но умудрился набрать 350 тысяч просмотров с одного видео. Он открыл стрельбу, ранив трех сотрудников, а затем был убит подъехавшей полиции. Хотя после его смерти его пол так и не смог определить. На канале Назима продолжали появляться новые ролики. Он заливал их на YouTube, лежа в морге. Ссылка на творение этого сочувствующего аль-кайди-блогера в описании. Посмотрите, вам будет просто очень интересно. Почему я решил разобраться, что не так с YouTube? Во время загрузки последнего ролика так строили. Передо мной выскочило окно. Окно было с надписью, что из-за неожиданных проблем произошла ошибка. Я отлично знаю какая. Но YouTube теперь догадался тоже, что за ролики я в него вливаю. Как говорит Илья с канала Цельнозор, провод идет всегда в оба конца. Недавно над моим домом ночью начал кружить дрон, который я заснял на камеру телефона. Мое внимание привлек сначала звук работы электродвигателей, ну а потом я увидел сам объект. Поспрашивал также у соседей, может быть они что-то видели. Но они сослались на управу, то что это они снимают территорию сверху и смотрят у кого крыши озеленены, а у кого нет. Ну полный бред. Что это игрушка над моей крышей забыла? Что она там делала? Что конкретно снимала? Ну про все цели мне естественно никто не расскажет. Но то, что здесь что-то летает, это уже не то. Летающий дрон это всего лишь так мелочи по сравнению с тем, что система может вам уготовить. А подлянки она делает при первой же возможности. Блокировку банковских счетов я проходил 3 года назад, после того, как перестал платить суммы в никуда на телевещание немецких государственных каналов. Сейчас наезды системы продолжаются только с совершенно других направлений. А это указывает на то, что я двигаюсь в правильном направлении и рассказываю вам об этом. Ну а теперь выводы. Вся биография Ютуба сочинена от начала до конца. Данный сервис был разработан и внедрен искусственным интеллектом. Вы же обучаете его тому, что надо показывать вам и воздействовать на вас. Это не вы транслируете и посылаете сигналы. Это сигналы посылают вам. Искусственный интеллект в лице Ютуба посылает вам сигналы. Добавляю приветом в эфиры вставки нужных звуковых частот для воздействия на ваше подсознание. Как только я начал дублировать методы Ютуба, над моей крышей нарисовался неопознанный летающий дрон. Ютуб имеет тот же алгоритм вещания, как и телевизионное или радиовещание. Только для своей сетки вещания он использует цифровую сеть компьютеров и портативных устройств, которые вы совершенно добровольно приобретаете за деньги. Целью этого вещания искусственного интеллекта является воздействие на человеческое подсознание с использованием, встраиваемых в трансляцию звуковых и волновых частот, вырабатываемых вашими устройствами. Добро пожаловать в электронный концлагерь. На данный момент я заперт в концлагере Германии без права выезда. Продолжение следует... Продолжение следует...